всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый лайф влог кому интересно подобного рода видео оставайтесь со мной приятного просмотра ну как видите сейчас мою посуду возможно качество видео будет отличаться в течение всего ролика потому что снимаю я на два смартфона вот сейчас который запасной и на нем качество чуть чуть хуже ну и соответственно периодически буду снимать на основной смартфон потому что там у меня монтируется видео по основной тематике ну и чтобы все-таки лайф и влоги которые зрители ждут продолжали выходить я вот в эти моменты снимаю на второй телефон в общем все мою убираю в общем все как обычно самое обыкновенное домашние дела тут все помыть заодно вроде бы все быстро и время уходит очень много так теперь хочу попить кофе но не тот кофе который как я всегда пью в капельной кофеварке такой в гейзерный ну чтобы добить эти не очень удачные зерна но если добавлять специи то получается хорошо но по крайней мере терпимо как раз воды налила уже эти зерна и звон прайс кафе они не очень хорошие но тут уже чуть-чуть осталось поэтому надо все это сделать корица с яблоком новая специя так сказать недавно купил очень было интересно я люблю это сочетание вот и вот такая прелесть плита не мы это чуть позже займусь гуляем с ушастиком погода хорошая наслаждаемся прогулкой правда нас вот тут пока по краям земли привезли все это разровняли грязюка сижу на балконе пью кофе я как раз после уборки ничего тут не показывала но в целом особо ничего не изменилось кроме того что я цветы и местами поменяла там вот бамбук так далее ну а так все как обычно диванчик с игрушками со всем прочим все стандартно хорошо тут иногда посидеть отдохнуть тут вон тоже кофеварка но я не очень люблю из этой кофеварки кофе он неплохой но все таки так и теперь готовлю солянку но солянку именно как в москве принято потому что это же суп для меня это было открытие когда мне оксана рассказала но как бы вообще в москве у старшего поколения как-то я у многих спрашивала у нас как бы солянка это все таки второе блюдо с капустой а так все то же самое там и сосиски и так далее у меня так и мама готовила я спросила у соседки у нее бабушка так готовила у меня все родственники вот но это видимо я говорю зависит то что в москве вот видимо так хотя но как большинство знает что солянка это без капусты и суп я вот не знала например так измельчаю капусту и еще тут спрашивала у подружки у нее тоже все в семье готовит второе блюдо именно с капустой ну вот вот так вот очень забавно капуста готова я попробовала до добавления заправки и после мне понравилось в общем то и так и так ну и соответственно можно покупать если кто не пробовал но может быть присматривался могу посоветовать неплохо такой упаковке лично мне хватит на два на три раза но на 2 то точно просто вот та порция которая сейчас готовила это как раз пол пакета уйдет ну вернее как здесь то написано дозировка но здесь вообще немножко другое блюдо и по сути по вкусу каждый добавляет вот состав кому интересно ставьте на паузу а так я чуть сфокусировала только на составе может быть кому-то интересен способ приготовления возможно короче неплохая штучка для разнообразия вполне себе можно взять вот заправку для харчо тоже понравилось там ее еще на дольше хватит раза наверное на 4 потому что ну я делаю такой куриный супчик добавляю туда рис с овощами потому что я как-то рассказывала делала рис что мне не зашло и я на маленькие порции заморозила а вот в качестве добавки к супу мне очень даже зашло и для разнообразия вот тоже уже два раза добавила заправку по чуть-чуть вполне неплохо так что у маги неплохие продукты вот подстилку ушастого я заменила там внутри в чехле пеленки но просто чтобы они были поровней и закрепляю скотчем двусторонним чтобы они не это самое не соскальзывали но я где-нибудь раз в две недели меняю потому что как бы в принципе ничего такого но на всякой случае тоже все сделала сейчас чехол будет чехол но это более конечно теплые но пока я шила только два один такой и второй полегче но ему нравится мягкий приятный лежит с удовольствием вот и ушастик балуется это я разбиралась в морозилке гречку ушастику нашла надо разморозить и ну как бы ее прям в мультиварку с с новой гречкой а это еще с того месяца начинка для пирогов с капустой сейчас разморожу и сделаю потому что но морозилка забита так лучше уже пироги сделать чем будет просто начинка лежать поэтому сейчас все куда-нибудь положу чтоб размораживалась просто морозилка реально вся забита и надо с этим что-то делать что-то конкретное решать ужин вот как раз таки моя солянка а тут я делала пельмени у меня осталось тесто чтоб не выбрасывать вот там маленькие кусочки его как на сковородке поджарила но если бы в духовке по сути получилось бы наверное матца что-то типа того но кстати прикольно для разнообразия но мне просто не хотелось замораживать этот кусочек теста потом его размораживать проще так другой день и другой ужин пироги как раз сделала сейчас буду их тоже вот в холодильник в контейнер убирать и в морозилку заварила чай с бергамотом вот говорят что от головы помогает но я думала что только если с настоящим бергамотом здесь ароматизатор но кстати хорошо срабатывает вот у меня солянка пирожок вода еще потому что стараюсь пить определенную норму воды в день ну и конечно же свечки куда без них это как-то так уютно уже другой день погода у нас вот такая мрачная дождик и довольно таки сильный окна конечно хорошо бы помыть но я только с этой протираю потому как к сожалению пока бесполезно мой обед кофе суп сегодня я задумала печь чайный пирог три порции тоже чтобы заморозить и поэтому вот три стакана чая я еще утром заварила сейчас буду печь тут у меня просто ватный диск лежит на кофеварке я просто когда вытаскиваю кружку чтоб попить я туда кладу ватный диск надо кстати будет протереть но я ее протираю каждый день и она вот как бы когда кофе готовится брызги все равно попадают так что сейчас буду готовить мне просто нравится готовить это как-то так успокаивает наполняет дом приятными ароматами но это видео я буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр желаю вам здоровья настроения вдохновения увидимся в следующем видео пока пока